Доброе утро! В эфире 12-го канала новости в студии Любовь Фёдорова и смотрите в этом выпуске программы. Пелена снега и каток на дорогах. Погода вновь неприятно удивляет. Рекомендации от экстренных служб. Неоправданные ожидания, лень и слезы на глазах. Советы психологов о том, как справиться с посленовогодних Андрой. Превзошли личные рекорды, но проиграли в командном бою. Тренер «Авангарда» рассказал, почему ястребы уступили барсам. В ГИБДД предупредили об опасности на дорогах Омской области. Снегопад ухудшает видимость, а на городских улицах и загородных трассах – гололед. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, при совершении маневра убедиться в его безопасности, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами. А пешеходам, прежде чем выйти на зебру, убедиться, что водитель вас точно увидел и пропускает. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники прокуратуры. Он был установлен указом президента России от 29 декабря 1995 года. Выбор именно этой даты связан с тем, что 12 января 1722 года Петром I были учреждены надзорные органы. За 300-летнюю историю существования этого института его принципы остаются неизменными – укрепление правовых основ нашей страны, защита интересов и свободы ее граждан. С профессиональным праздником сотрудников ведомства поздравили первые лица региона. На протяжении уже трех веков прокуратура служит надежной опорой государства. Время не стоит на месте. Перемены происходят и в вашей службе. Неизменным остается ключевой принцип вашей деятельности – отстаивать в обществе верховенство закона и принципы справедливости. Благодарим вас за добросовестное отношение к делу и верность долгу. Уверены, вы и впредь будете эффективно решать стоящие перед вами задачи, добиваясь защиты законных прав и интересов омичей. Желаем вам успехов, благополучия и всего самого доброго. Первая рабочая неделя превратилась в испытания и не только снегопадами и морозом. Большинство омичей испытывают тревогу и нежелание возвращаться к работе после новогодних праздников. Для кого-то испытанием становится ранний подъем, а кто-то не хочет встречаться с коллегами и руководством. Об этом говорят результаты исследования Всероссийского сервиса по подбору персонала. Впрочем, лекарства от посленовогодней хандры все же есть. Как вернуться в рабочее русло и не загнать себя в депрессию, расскажет Анастасия Вишова. Отгремели салюты, закончились праздничные салаты. На антресоле вот-вот вернутся елочные игрушки Мишура. На смену январским выходным пришли суровые трудовые будни. А вместе с ними и посленовогодняя депрессия. Как правило, около половины россиян не чувствуют себя отдохнувшими после каникул. Хотелось бы еще отдохнуть. Во-первых, режим сбивается. То есть ты в 4 утра примерно ложишься спать, тебе потом приходится налаживать этот режим. На это уходит как минимум неделя или у кого-то даже может быть и месяц. Было тяжело, но работа есть работа, деньги-то зарабатывать надо. Не поднимает настроение и погода. Мечи признаются, пока в регионе стоят крепкие сибирские морозы, приходится буквально перебарывать себя, чтобы выйти на работу. В такие морозы было желание с отцома не выходить. Для других начала трудовых будней наоборот возможность не впадать в апатию. Работать приходится, поэтому не до плохого настроения. Отлично, вообще без проблем. Я спортсмен. Не составило труда. Быстро вошел в колею и нормально все. Отдохнул. С новыми силами за учебу, за сессию взяться. Это тоже много значит. Такая полярность состояния связана с тем, как прошли праздничные выходные. Причины же упадка сил, отмечают психологи, можно разделить на две группы. Биологические и психологические. В первую очередь нырнуть в омут с головой, а точнее в работу, мешает сбитый за праздники режим сна. Съедает серотонин, гормон радости, переедание и употребление алкоголя, даже в небольшом объеме. В организме этих веществ ограниченное количество и нужно время на их восстановление. А новогоднее меню не способствует быстрому восполнению эмоциональных ресурсов. Еще одна бомба замедленного действия – стресс, пережитый в преддверии главной ночи года. Успеть купить подарки, украсить дома, навести порядок. Следом приходит перевозбуждение, смех, танцы, вереница гостей. Впрочем, депрессия, уверяют психологи, слишком громкое слово. Такое состояние характеризуется скорее упадническим настроением. Что делать сейчас? Конечно, если есть возможность, я безусловно сейчас пропиариваю нас как психологов, взять 3-5 сессий для того, чтобы немножко себя привести в норму психологически, эмоционально. Если такой возможности нет, тогда, конечно же, порекомендовал бы ограничить себя информационного потока. И такой лайфхак, скажу, слово, наверное, новое, да, тоже. Находить плюсы в работе. Плюсы себе в работе и в работе как таковой. Начать достаточно всего с одного плюса. И главное помнить, не всегда результат деятельности видно сразу. Кстати, больше всего упадку сил подвержены специалисты, работа которых заключается в тесном взаимодействии с другими людьми. Например, социальные работники, медики, полицейские, воспитатели. Эксперты связывают это с эмоциональным выгоранием. Впрочем, возвращение на любимую работу точно не будет в тягость. Самый, пожалуй, приятный способ избавиться от посленовогодних хандры – ежедневные маленькие радости. Своеобразное поощрение. Для этого прекрасно подойдут прогулки на свежем воздухе, поход в спортзал или любимая еда. Анастасия Вишова, Сергей Ленвеберсон, Анат Аксанов, 12 канал. Омскому бизнесу предлагают новую меру поддержки в рамках национального проекта. Предприниматели смогут бесплатно запустить рекламу на радио. Воспользоваться ей могут владельцы малого и среднего бизнеса, которые работают больше года. Исключение – кредитные и страховые организации, ломбарды, производители подакцизных товаров. Для продвижения продукции можно выбрать одну из двух радиостанций. Заявки подаются в режиме онлайн в разделе «Региональные меры поддержки». Услуга включает подготовку сценария, создание 15-секундного аудиоролика и размещение на FM-волнах. Подробную информацию можно получить в центре «Мой бизнес». Жители Омской области могут бесплатно посетить уроки финансовой грамотности. Занятия проведут 70 библиотек региона. Это лекции, вебинары, деловые игры и квесты. Уроки начинаются уже сегодня. К проекту присоединятся все районы области. Также в Омском государственном университете проходит еженедельный курс по финансовой и бюджетной грамотности для учеников старших классов. Онлайн-календарь мероприятий размещен на портале «Открытый бюджет Омской области». В Омской области к волонтерскому движению присоединились более 700 человек элегантного возраста. Добровольческие объединения работают при комплексных центрах региона. Центры собирают информацию о тех, кто нуждается в помощи. Активисты, в свою очередь, помогают в бытовых делах по дому, сезонных работах на приусадебном участке, чистят снег и даже приглядывают за детьми в многодетных семьях. В прошлом году за помощью к серебряным волонтерам обратились более тысячи пожилых людей. Занимаются активисты культурно-просветительской деятельностью с молодежью, проводят мастер-классы, театральные постановки, телефонные консультации на разные темы. Я прям с вами. Почти 7 миллионов рублей сэкономили Амичи на поездках по городу в общественном транспорте. Акция проходила с сентября прошлого года в рамках национальной платежной системы МИР. Скидка в 7 рублей полагалась при оплате проезда картой МИР, привязанной к смартфону. 9 рублей по базовому тарифу можно было сэкономить при использовании единой карты Амича. Всего в рамках акции за 4 месяца пассажиры совершили почти миллион поездок. В сквере имени Панфилова появится аллея с голубыми елями. 28 саженцев уникальных деревьев высадят в память о подвиге панфиловцев в Великой Отечественной войне. В 1941 году 28 бойцов при обороне Москвы уничтожили около 20 немецких танков и остановили наступление фашистов. Увековечить память героев предложили жители Октябрьского округа. Посадки проведут при выполнении второго этапа благоустройства сквера имени Панфилова в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Напомню, первый этап работ был завершен в прошлом году. Строители отремонтировали дорожки, обустроили мемориальную зону, смонтировали линию наружного освещения и ландшафтную подсветку. 12 канал продолжает серию материалов, посвященных столетию спортивного сообщества «Динамо». Самый титулованный омский «Динамовец» безусловно самбист Александр Пушница. 15 лет он был бессменным капитаном сборной команды Советского Союза, семикратный чемпион России, девятикратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы и трехкратный победитель чемпионатов мира. Где начинал свой спортивный путь этот человек-легенда и почему он отказался променять ставший для него родным Омск на Москву – в сюжете Алексея Адариева. В самом центре Омска, на улице Интернациональной, в неприметном с виду здании, находится небольшой зал «Динамо». Он стал настоящими воротами в огромный спортивный мир для впервые пришедшего в него в 1973 году 24-летнего Александра Пушница. Только-только приехав в Омск из родной деревни Коренова, он направился сюда прямиком с вокзала. Громкие победы и титулы тогда были еще только в мечтах. У меня такая хорошая всегда ностальгия по «Динамо», по этому зальчику, по этому кабинету. Я с благодарностью себя вспоминаю, на самом деле это очень здорово. Потому что, ну так скажем, вот этот кабинет и вот этот зальчик дали мне путевку большой спорт. Большой спорт. Ну так вот скажем. Поэтому я очень благодарен. Благодарен «Динамо», благодарен тренеру Василию Романовичу Грозеву. Здесь же на стадионе «Динамо» есть аллея славы Омского самбо. Галерея великих чемпионов. И среди них самый титулованный в истории советский самбист Александр Пушница. Почетный гражданин Омска и настоящая гордость нашего города. А ведь на пике его спортивной славы Александру Михайловичу предлагали перебраться в Москву, где его уже ждала двухкомнатная квартира. И сменить родное спорт общества «Динамо» на ЦСКА. Он отказался. Во-первых, надо было уехать с Омска. Это понятно. А за раз. Где моя семья, где мои друзья, где я начал заниматься. И мой родной «Динамо». Второй момент, тоже не очень важный. Это надо было переехать, так сказать, в стан противника своего. То бишь, я за «Динамо» выступал, а надо было выступать за советскую армию. Я ничего не имею против советской армии. У меня очень много друзей там. Но это как бы было предательство. Перейти в стан соперника. В период с 1974 по 1981 годы Александр Пушница не проиграл ни одного поединка, ни на одном из турниров. Феноменальный результат. Этим мальчишкам есть на кого равняться. Перед их глазами пример человека очень порядочного, достойного и сильного духа. Одного из тех, кто ковал громкую спортивную славу «Динамо». Алексей Адареев, 12 канал. Проиграли второй раз подряд на своем льду. Омский «Авангард» в очередном домашнем матче против «Акбарса» потерпел поражение со счетом 1-2, уступив таким образом казанцам во второй домашней игре подряд. «Ястребы» пропустили уже на первой минуте, однако выровнять положение смогли быстро, реализовав первое большинство. Арсений Грецук запросил 10-ю шайбу в сезоне и набрал 29-е очко, тем самым установив новый личный рекорд по результативности. Второй период оказался безголевым, а в третьем все решила одна ошибка в защите, которой воспользовался Илья Сафонов. Несмотря на поражение, «Авангард» остался на третьем месте «Востока», а Михаил Кровец назвал причину неудачи с «Акбарсом». «Мне кажется, в первом и во втором периоде ушли мы от той игры, которую играли до этого. То есть мы держали шайбу, начинали атаку, короткими передачами отрезали, здесь почему-то снова начали выбрасывать шайбу. В третьем периоде, в принципе, достаточно уже была с нашей стороны хорошая игра, к сожалению, не забили свои моменты и пропустили этот гол. То есть игра могла быть и в одну, и в другую сторону по моментам. Делаем выводы, анализируем и двигаемся дальше». Следующий матч «Ястребы» также проведут дома. 16 января на G-Drive-арене «Авангард» сразится с «Нефтехимиком», который включился в борьбу за плей-офф и близок к возвращению в кубковую восьмерку. Нижнекамцы выиграли пять матчей из последних семи, причем в последней встрече хватило одной шайбы для победы над Амуром. Посмотреть трансляцию встречи «Авангарда» с «Нефтехимиком», как всегда, можно будет на 12-м канале. В новогодние каникулы россияне потратили солидные суммы на кино. Данные подсчитали эксперты одного из российских банков. По подсчетам аналитиков, на походы в кинотеатры было потрачено почти в 30 раз больше, чем за такой же период прошлого года. А вот расходы на фастфуд и алкоголь в минувшие праздники впервые за последние несколько лет не попали в топ самых популярных категорий. Что касается культурно-развлекательных программ, интерес в этом году вырос также к театрам и музеям. Кроме этого, в пятерку расходов пошли покупки в продовольственных магазинах и аптеках. Примечательно, что закупались люди во время новогодних праздников и семенами для рассады. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин И о погоде. Сегодня, 12 января, в Омске переменная облачность. Температура воздуха днем минус 17-20 градусов. В районах пасмурно и снежно. Дневная температура составит 14-17 градусов ниже нуля. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. На этом у меня все новости. Далее медицинская академия. До встречи в 14.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова